Я рада представить вам новое поколение одноядерных процессоров Ryzen 7000. Мы в компании AMD ставим перед собой амбициозные цели – сделать наши одноядерные процессоры самыми быстрыми для геймеров и разработчиков. Мы сосредоточились на архитектуре Zen 4, чтобы одно ядро было еще более производительным и энергоэффективным. Встречайте, Ryzen 7100F. Согласитесь, мы живем в эпоху, когда 16-ядерный процессор в ПК удивит вас меньше одноядерного. Сейчас уже 40% пользователей Steam по статистике используют 6 ядер, ну а двухядерный Celeron давно воспринимаются офисными затычками. Благодарить за это нужно AMD, которая в далеком 2005-м представила первый в мире двухядерный x86-й процессор Athlon X2, тем самым запустив ядерную гонку, которая не стихает до сих пор. Но давайте на 15 минут представим, что этого не произошло. В таком случае продолжилась бы битва за каждый гигагерц, начата еще в 99-м году, и в параллельной реальности были бы уже десятки гигагерц. Почему такое невозможно, мы уже рассказывали два года назад. Но все же, не выходили двухядерные Core 2 Duo и восьмиядерные FX-ы, не существует 16-ядерных Ryzen и 24-ядерных i9, на что сегодня будет способен одноядерный процессор на современной архитектуре с высокой частотой. Сможет ли он потянуть игры и рабочие задачи, или будет лагать даже в браузере. На связи МК, тестируем самый быстрый одноядерник в мире. Поехали. Первой задачей нашего эксперимента — получить одноядерный процессор на современной архитектуре. Я вас сейчас немножечко удивлю. Последний честный одноядерник вышел в 2011 году. Это был редчайший Celeron с гиперпоточностью, который, кстати, нам удалось найти и купить на Али. С тех пор все x86-е процессоры были минимум двухядерные. Все делается через глубокие настройки BIOS, которые позволяют отключить лишние ядра у любого процессора. Да, при этом остается огромный кэш третьего уровня, но сильно урезанному камню это не поможет. Издеваться будем над шестиядерным Ryzen 5 7600X. Он работает на самой современной архитектуре AMD Zen 4 и бустится до 5,3 ГГц. Идеально для наших экспериментов. Отключаем в BIOS 5 ядер, но позволим себе читерство, оставив многопоточность. Дело в том, что она работает чисто программно. Физически ядро остается одно, а второй поток просто позволяет лучше утилизировать вычислительный конвейер. Иными словами, лучше раскрывать весь потенциал ядра. К слову, технология многопоточности далеко не новая. Первой ее стала использовать Intel в своих четырехядерных пеньках под LGA 478 в далеком 2004 году. Это была эпоха, когда компании не боялись экспериментировать. Например, вот такую плату на четвертом пеньке нам привез подписчик. Да, выглядит как видеокарта с сокетом. Но это полноценная промышленная плата, компьютер внутри компьютера, которая позволяет легко поменять процессорную часть на более мощную или заменить в случае поломки. Тогда прирост от второго потока редко превышал пару десятков процентов. И тем интереснее узнать, насколько виртуальное ядро бустит производительность сейчас. Windows 10 на одноядерном камне загружается без всяких проблем и предупреждений. Кстати, на шести ядрах система не грузится в шесть раз быстрее. Прирост лишь около двухкратного. Все-таки современная операционная система имеет серьезный упор в однопоток при загрузке. Хотя это ожидаемо, в системных требованиях десятки прописан одноядерник на одном гигагерте. Так что урезанный райзен тут подходит. В CPU-Z все как мы и планировали. Одно ядро и два потока. Результат встроенного бенчмарка по современным меркам не впечатляет. Лишь около 950 баллов в многопотоке. Ближе всего из более-менее современных камней находится двухъядерный четырехпоточный Атлон 200GE под АМ4. Ну а из старичков четырехъядерный Xeon под LGA775. И то и то конечно не процессоры мечты, но не забываем, что у нас стоит одноядерник. Хорошо заметно, что в CPU-Z второе ядро отрабатывает отлично, увеличив производительность аж на 75%. При этом повторюсь, это чисто программная фича. А вот Cinebench R23 насмешил. В программе просто нет одноядерного теста. Удивительно, что программисты достаточно свежего и требовательного бенчмарка продумали этот момент. Но нас больше интересует результат. А он на удивление неплох. 2200 баллов. Столько же набирает некогда народный гиперпень G4560. Только у него вдвое больше потоков и ядер. Ну и еще один интересный нюанс. Потребление нашего одноядерного Ryzen. Оно составляет около 35 ватт. По такой логике, 6 ядер должны потреблять за 200. Но на деле вдвое меньше. А все потому, что кроме ядер, в процессоре есть еще емкий кэш третьего уровня и дополнительный кристалл ввода-вывода, которые работают при любом числе ядер. Вот и получается, что многоядерный камень оказывается энергоэффективнее одноядерного. Зато с перегревом никаких проблем. 55 градусов. Что для горячих Ryzen нонсенс. В бенчмарке архивации 7zip результат одноядерника снова на уровне старых четырехпоточных гиперпней. А вот найти столько низкий результат в тесте у кранчера не получилось. Так что сравним 7600X во всей красе. Прирост от шести ядер получился почти линейный. В 5,5 раз. Математические вычисления легко параллелить. Вот бы так в играх. Ну и под конец синтетики 3DMark Time Spy, который проверяет игровые возможности процессора. Здесь результат 1700 баллов. Вдвое меньше, чем у четырехядерного убийцы Xeon Ryzen 5 1500X, который мы недавно тестировали. В целом это снова уровень двухядерного Athlon 200GE. Отличный результат для одного ядра. Но тесты тестами, что там по реальной работе. На удивление все неплохо. Можно без проблем сидеть в интернете. Медленнее, конечно, чем на шести ядрах. Но откровенных тормозов или слишком долгих загрузок страниц нет. Процессор вытягивает даже 4К ролика с ютуба. Напомню, мы сейчас говорим про одноядерник. Мессенджеры и офис работают реактивно. Системные утилиты тем более. Тут сами анимации длятся дольше загрузки. Больше вам скажу, тут даже можно работать. Превью к этому ролику и новостью для телеги я делал на одном ядре в фотошоп. Я закидывал все тесты в 2К и нарезал их в премьер для нашего технаря. Да, на дворе 2023, а софт об обусе тянет мощный одноядерник. Ну и самый интересный вопрос к одноядерному Ryzen 7000. Сможет ли он запускать современные игры? Тестировать будем с 32 гигами быстрой DDR5 памяти, весь софт стоит на NVMe SSD, а картой выступает RTX 3080 Ti. Лучших условий для процессора на одно ядро просто не придумать. Поменяем привычный уклад и начнем тесты не с киберпанка, а с бесплатных онлайн проектов. Эти игры имеют отличную оптимизацию, чтобы запускаться на любых ведрах и одноядерная ряженка как раз к ним относится. Начнем с Dota 2 в 2К на низких настройках графики. Запускаем, как нам и рекомендовали, повтор финала International 12, наших чемпионов Team Spirit против GG. Командный дух тогда взял первое место и 1,4 миллиона, что в 3,5 раза меньше призовых на отборнике у арабов, когда они обыграли шведскую жидкость. Ну да ладно, игра смогла удивить причем дважды. Во-первых, даже на одноядернике она не упирается чисто в процессор. Во-вторых, FPS нередко за сотню. Результат отличный. Да, график фреймтайма рисует пилу, но в целом играть так можно. Лагов и неотзывчивого управления у такого игрока как я нет. По желанию можно сделать лог на 60 кадров, это решит проблему с дропами. А вот танкистам вообще не нужно больше одного ядра. Можно без проблем замахнуться на ультра настройки в 2К. Упора в одно ядро вообще нет, что удивительно. Но при сотне кадров на это грех жаловаться. Играть достаточно комфортно, хотя временами случаются фрезы. При этом управление всегда остается отзывчивым. Ладно, с киберспортом современный одноядерник справился. Это было понятно еще по синтетике, с уровнем четырех поточных Атлон и Пенсиум. То есть вполне бодрых камней низкого сегмента, под которые такие массовые проекты и пишутся. Как одно ядро Ryzen справляется с современными ААА проектами? Раз уж она была временно бесплатной, запускаем Diablo 4 на минималках. Все игры будут тестироваться в 2К. Не знаю, можно ли так играть, тут уже решайте сами. С одной стороны, процессор отрабатывает на все 100%, и кадры редко падают ниже 60. С другой, в бою может случиться откровенная рваная пила. И это не очень приятно. Поэтому стоит включить лог на 60 FPS, чтобы слегка разгрузить процессор. Это помогает практически полностью избавиться от фризов, они случаются гораздо реже. Играть так становится ощутимо комфортней. Так что на заметочку вам, лог кадров в панели Nvidia иногда помогает. Красивая гонка Forza Horizon 5 стала единственной игрой, которая на старте ругнулась на неподходящей CPU. И не зря, даже до главного меню она не грузилась. Но мы так просто не сдаемся, делаем процессору проще, включив лог кадров на 60. И вуаля, теперь проблем с Forza нет. Игра создавалась еще под предыдущее поколение консолей, поэтому пары быстрых потоков Zen 4 ей хватает, чтобы выдать почти стабильные 60 FPS. Пусть и с редкими фризами. Doom Eternal. Это походу следующий Doom, который будут в будущем запускать на умных микроволновках. Даже на ультра с трассировкой. Игра не забывает свои корни из 90-х и отлично работает на одном ядре, выдавая больше 60 кадров. Да, случаются фризы, но они достаточно редки, и играть они сильно не мешают, тем более что управление остается максимально отзывчивым. Идиллию нарушает только вот такой звук. И снова в панели Nvidia, это легко решается снижением нагрузки на процессор локом в 60 кадров. И со звуком, и со статтерами проблемы уходят, получается идеальный геймплей с отличной картинкой. А вот запустив Cyberpunk, я сначала даже удивился такой хорошей оптимизации. Да, пускай и спустя два года, но все же поляки доделали игру. И одно ядро свежего Ryzen способно выдавать почти 60 кадров на низких и около 50 на высоких настройках графики. Но только по бенчмарку. Реальный геймплей в городе огорчил. Кадры временами падают ниже 30, постоянные фрезы, я даже в этот раз не залип в перестрелках с полицией. Лок в винде даже на 30 фпс не спасает. Все тот же забор на графике фреймтайма и временами ощутимые лаги. Это на всех минималках. Ну раз одноядерник смог худо-бедно запустить Cyberpunk, предложим ему самое сложное испытание. Порт одних из нас на ПК. Эта игра крайне требовательна к процессору. Даже некоторые не самые старые четырехъядерники с ней с трудом справляются. Однако на удивление, на одноядерной ряженке игра смогла запуститься. Но в сложных местах выдавала лишь кинематографический 25 кадров с пилой на графике фреймтайма. Поэтому ограничение на 30 фпс никак не помогает. Но даже с таким геймплеем я немножечко подзалип. И если вы подумали, раз уж одноядерный Ryzen 7100 смог хоть как-то запустить Last of Us, можно сделать вывод, что одно ядро запускает всё. Но, увы, во время тестов было много осечек. Например, наш в отлично оптимизированный под старые ПК-шутер Atomic Heart вообще отказался запускаться. Видимо, для полноценной работы движка Unreal Engine 4 требуется больше двух вычислительных потоков. Plug-Tail Requiem аналогично выдал ошибку при запуске. Counter-Strike 2... Но ты-то куда? Обновлённый шутер на одном ядре теперь тоже неиграбелен. Если вы зашли в матч, вам ещё повезло. Одноядерный эксперимент меня удивил. Мы все привыкли к тому, что двухядерный процессор — это уже дно офисное решение. Да даже современные четырёхъядерники. Им давно пора на покой, если мы говорим про серьёзную работу или тяжёлые игрушки. И я думал, что предел ряженки на одном ядре — это неторопливый серфинг или какая-то офисная работа. Но на одном быстром Zen 4 ядре в 2023 году можно без проблем смотреть 4K-ролики, монтажить, играть в игрушки, пускай не самые тяжёлые. И это было для меня прям открытие. При этом процессор, естественно, был холодным, в отличие от современных райзенов, без андервольтинга. Почему же тогда AMD и Intel отказались от одноядерников? Ну и в случае с AMD даже от двухядерников. Да даже от четырёх ядерников. Ведь мы знаем, что компании без зазрения совести занимаются биннингом, отключая полностью рабочие ядра для создания нескольких линеек процессоров. И единственный логический вывод — такое серьёзное урезание невыгодно. Давайте на минуточку вспомним математику за седьмой класс. В Ryzen 9 7900X 12 ядер и 6-нанометровый кристалл ввода-вывода. Они стоят 550 долларов. За дополнительные четыре ядра в Ryzen 9 7900X с вас попросят ещё 150 баксов сверху. Получается, что AMD оценивает одно ядро в 37,5 долларов. Отсюда находим, что кристалл ввода-вывода стоит сотню. В таком случае одноядерная ряженка обойдётся в 140 долларов. И это при том, что двухядерный Pentium стоит почти вдвое дешевле. Скорее всего, именно по этой причине в продаже нет свежих Ryzen на четырёх ядрах. Такой процессор стоил бы под 250 баксов, и это абсолютно неконкурентно способно в сравнении с Intel, которая предлагает четырёхъядерный i3-12100 всего за 140 долларов. При этом даже двух ядер Zen 4 вполне бы хватило для современных игр. В таком режиме ряженка оказывается на уровне разогнанного легендарного четырёхъядерного i7-2600K, поэтому езда по городу в Киберпанке больше не вызывает желания её выключить. Даже тяжёлый Last of Us с локом на 60 кадров выдаёт практически плавную картинку. Вот такой забавный факт. Мы уже как 10 лет видим минимум двухъядерные процессоры, в том числе из-за жадности капиталистов. И грех на это жаловаться. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании ссылочка на наш Телеграм и группу ВКонтакте, где мы ежедневно обсуждаем самые интересные IT-новости. Ещё увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»